МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед открытием выставки в пресс-центре холдинга КЧР Медиа состоялась пресс-конференция, посвященная одному из ярчайших событий культурной жизни республики. На вопросы журналистов отвечали академики Российской академии художеств и одни из организаторов этой выставки – Елена Церетели и Любовь Евдокимова, а также министр культуры Карачаева-Черкесии Мадина Гогова. Они рассказали об организации выставки и представленных работах, подчеркнув, что творчество Зураба Церетели представлено в Карачаево-Черкесии впервые. Зураб Церетели – это художник вне времени, который вписан и как в контекст актуального искусства, и он уже вписан и в историю искусства российского. И здесь можно познакомиться уже, я бы сказала, даже с классиком, с классиком российской живописи и скульптуры. И цель – это популяризация каких-то культурных ценностей, правильных, добрых, позитивных. Это вопросы, вечные вопросы, которые задают себе художники на протяжении многих веков и которые стараются выразить их в своем творчестве, вот в таком визуальном, в различных техниках. И, конечно, очень важно тоже, что художники с таким именем приезжают в Карачаево-Черкесскую республику, что интересно показать свое творчество жителям Карачаева-Черкесии. И, конечно же, что здесь есть отклик. Я уверена, что этот проект вызовет большой интерес у зрителя, и мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы в каждом уголке республики узнали, что есть такая выставка. И захотели приехать, увидеть будут и экскурсии в течение выставки мастер-класса. И мы, конечно, очень ждем самого Зураба Константиновича, который, к сожалению, не смог присутствовать на открытии. Но Елена Зурабовна говорит, что мы все-таки можем рассчитывать или, скажем так, до конца закрытия выставки, до конца проекта на визит Зураба Константиновича, и обязательно будет такое общение и с жителями республики, и со всеми желающими, и, конечно, с профессионалами из этой сферы среды. Мадина Хапаева, газета «День республики» и телеканала «Ш24». Вопрос у меня в первую очередь к Мадине Сергеевне. Наверняка идея организации выставки Зураба Церетели родилась из вашей личной симпатии к его творчеству. Я хотела задать вопрос, насколько оно вам близко и понятно, и вот какие работы его в первую очередь вам нравятся, вам по душе, и из тех работ, которые представлены сегодня в Черкесске, на какие вы посоветуете обратить внимание в первую очередь? Конечно, есть моя личная симпатия как к творчеству Зураба Церетели, так и к личности Зураба Церетели и всей замечательной семье. Но в первую очередь я, конечно, исходила из, опять же, из контекста. Я считаю, что подобный художник для Карачаева Черкесской республики вот в данный момент времени идеален. Это то имя, которое знает каждый, это то яркое, красивое, позитивное творчество, которое и будет по-разному, но понятно каждому. Всё равно любой человек по-своему трактует искусство. И в первую очередь я исходила из того, что это проект, который делается в республике, в этом пространстве, в этот период времени. Мне в любом случае очень хотелось перевезти сюда выставку Зураба Церетели. И я вот рада, что всё совпало. Да, мне очень нравится творчество Зураба Церетели, мне лично. Мне нравятся все работы. Я, опять же, не могу выделить какую-то отдельную, которую будут представлены на выставке. Плюс, естественно, каждый, кто придёт, он по-своему это понимает. Кому-то ближе скульптура, кому-то ближе холсты яркие, кому-то ближе рельеф. Это очень-очень индивидуально. Мне нравятся, естественно, и скульптуры. Я видела множество работ и в большом формате, и в огромном масштабе, потому что Зураб Церетели – это действительно очень масштабный художник, скульптор. Мы все знаем его знаменитые работы не только в России, но и в крупнейших городах мира. Это востребованный художник, во-первых. И мне нравятся и скульптуры, и живопись. Живопись яркая, летняя, которая отражает душу художника. Тот, кто знает Зураба Церетели лично, тот очень хорошо понимает и его творчество. И на самом деле это здорово, когда художник, вдохновляясь работами знаменитых своих предшественников, о которых мы говорили, это и Перасмани, и Руссо, и Ван Гог, и Матис, при этом со своей, скажем так, силой таланта, со своей энергетикой ему удается сохранить вот эту изюминку своего творчества. Все равно работы Зураба Церетели, они узнаваемые. Есть своя визитная карточка, есть своя изюминка, есть своя энергетика у работ, которую ни с чем не спутаешь. И я уверена, что каждый, кто лично придет и посмотрит выставку, это обязательно прочувствует. И, конечно, будет здорово, если мамы, папы, педагоги будут, или старшие сестры, братья будут своих младших деток, сестричек приводить, братиков на выставку. Потому что очень хочется, чтобы действительно развитие вот этого вкуса у детей происходило с участием таких прекрасных художников, таких прекрасных проектов, когда можно живьем увидеть работы, которые потом, которые будут вписаны в историю искусства нашей страны. По окончании пресс-конференции гости переместились в картинную галерею, где в торжественной обстановке открыли выставку. На суд зрителей выставлены 90 произведений искусства руки знаменитого мастера. Среди них живопись, эмаль, графика и, конечно же, скульптуры. С первого взгляда бросается в глаза яркое наполнение картин. Буйство красок, органичность, на первый взгляд, несочетаемых форм – все это характерные черты работ художника, творчество которого и любят, и ругают, но оно никого не оставляет равнодушным. Как творчество любого художника, каждый приходящий, одним нравится, другим не нравится, и каждый для себя может кто-то, кому-то понравятся цветы, цвет, кому-то композиции, кому-то скульптура. Это, как говорится, все на суд жителей, и поэтому никогда не знаешь, кому что понравится. Пока что все выставки, которые были в разных регионах, городах, более ста мы уже показали в разных, не было недовольства, и очень теплые пишут свои записи в книгах. Так что, мне кажется, что в этом есть какая-то доля художника для жителей любого города, какую-то принести радость и, может быть, желание потом детей тоже рисовать. Вот в этом главное желание, как говорится, любого художника, я думаю. Творчество Церетели богато и разнообразно. В одной картине могут прослеживаться как черты классической школы живописи, так и авангардизм. Мы сейчас подошли к картине, которая, наверное, не случайно была выбрана Министерством культуры Карачаева Черкесии и Музеем Черкесской Республики для того, чтобы быть достойно размещенной на баннере. Баннер, афиша, пригласительные билеты – это такая своеобразная заставка к выставке. Картина – такой, можно сказать, классический вариант живописи Зураба Церетели. Как всегда, это цветной грунт, это очень солнечная, живописная, насыщенная манера, в которой мы видим и черты постимпрессионизма, и фавизма, и традиционного национального искусства Кавказа, и искусства примитивизма. Как бы корни его творчества, они оттуда, из этих слоев искусства. Почему эта работа была выбрана? Ну, сложно сказать, могу сказать, что, наверное, что-то душе Кавказа в ней близко, потому что в прошлом году, когда мы делали выставку недалеко от вас, музея в Майкопе, тоже музею Майкопа приглянулось, особенно вот как заставка к выставке, именно эта работа. Значит, что-то такое, какой-то отклик в этом регионе, вот этот особый, эта вещь имеет. Среди широких кругов населения Зураб Церетель известен в первую очередь как скульптор-монументалист. Несколько работ небольших форум, созданных последние два года в мастерских Нью-Йорка и Москвы, представлены и на этой выставке. Центральное место в выставочном павильоне занимает эта скульптурная композиция «Пиросманий и Руссо». Нико Пиросманий и Анри Руссо – знаменитые художники-самоучки, творившие на рубеже 19-го и 20-х веков, являются основоположниками такого стиля, как примитивизм. Работы этих художников оказали большое влияние на творчество Зураба Константиновича, и эта скульптурная композиция является данью памяти от ученика своим учителям. Яркий, краский, радующий взгляд, блестящий, словно налитые соком объемные эмали, большое внимание цветам. Творчество Церетели словно излучает оптимизм. В них сквозит открытость миру и доброта художника. С этим полностью согласен и заслуженный художник Карачаева Черкесии Магомед Гаджиев, лично знакомый с Зурабом Константиновичем. Я знаком с ним уже 10 лет. Он всегда поддерживает, помогает, очень открытый, чистый душой человек, который поддерживает творческих людей. В данный момент, примерно, 4 выставки мы сделали в Москве, и он как раз наш кавказский художник отвез в Париж, в ЮНЕСКО выставлялись мы в 2010 году. И дипломами, этими грамотами многое этих наград получили Карачаево-Черкеский союз художников. Творчество Зураба Церетели – это человек открытой души, и он пишет очень свободно, пастозно. Много интересных работ в декоративном плане у него. То есть, для обыденного зрителя, письмо должны понимать его, его внутренний мир, его кавказская душа, которая эмоциональная. Вот эмоции он выкладывает из своих работ. А работы у него вообще грузины – это такой народ, который оставил в искусстве много интересных работ. Примерно даже, как бы сказать, у него есть национальная гордость, национальное интересное, потому что корни у него, грузинские корни, оно все равно детство, которое прошло, и другие эти, он выкладывает их в открытом виде для обозрения наших зрителей. И в скульптуре посмотреть интересные работы. Вообще все работы у него узнаваемы. То есть, когда мы смотрим сперва на работу, можно сказать, что чья работа? Не подписываясь смотреть, а посмотреть работу, надо сразу узнавать художника. А это везде, всюду прослеживается. То есть, как он подает позы, как он подает руки, там его интересные, очень такие грузинские, там вообще это. Сама, как бы, пропорциональное соотношение, композиционное составление, как бы сидит с какими-то предметами интересными очень. Вот у него, как говорится, вот даже до тюрьмоты, которые сейчас подсованы, и другие эти, обязательно включает свой колорит, особенно сильный, мощный колорит. То есть, это у него, как бы, жареный, горячий, такие вот, южным солнцем, вот этот внутренний мир остался у него такой же. Он не изменился, человек, как говорится, какой душой человек, такой и так и он выявляет. Тем более, он человек всего мира. Вот, то есть, его работа, и там, его ценят, уважают и в Париже, и в Нью-Йорке. Вопросов нет, что он... Он, самое главное, в разваливающееся время, 90-е годы, он сохранил всю академию и весь, как говорится, российское изобразительное искусство, благодаря ему сохранилось все полностью. Не развалилось, понимаете? Вот Академия художества цветет, работает и выполняет все эти. И вот таким образом, это все художники, я считаю себя тоже, мы его, просто как высокоразвитого человека, культурного, мы его обожаем и уважаем, и радуемся этим человеком. Организаторы ожидают приезд и самого мастера. Зураб Церетели намерен организовать для юных республиканских художников мастер-класс и поделиться с ними секретами мастерства. А выставка его работ продлится до 10 июля. Субтитры создавал DimaTorzok